Итак, Павел говорит и обращается ко всем в церкви в Коринфе, но имеет в виду этих лидеров, разделившихся групп. Мы в прошлый раз закончили на первом послании к Коринфянам, 4-12, но мне хотелось бы сегодня начать с 9 стиха. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам Бога. И идея заключается в том, что Он сделал из нас тех, кто показываются, показаны последними. И это подобно тому, как в театре или же, например, в шоу, некоторые выходят вперед и становятся зрелищем. Также и мы с вами являемся зрелищем для других. Итак, у нас имеется с одной стороны идея шоу, спектакля, театра, зрелища, а с другой стороны и это аудитория. И вот мы, апостолы, выходят на это шоу последними. Итак, здесь становится очень выпуклой, и драматическая идея такая. Имеется некоторое представление, и в этом представлении последними на сцену выходят апостолы. Это драматическая ситуация. Это идея такая, что когда происходили некоторые зрелища в Колизее, то последние люди, которых выводили, их бросали на съедение и растерзание животными. В 9 стихе как раз об этом говорится, что апостолы стали последними посланниками, для которых Бог судил быть приговоренными к смерти. Потому что мы сделались позорищем, зрелищем для мира и для ангелов и для человеков. warum он говорит this? потому что коринф corинфANS им contar ilk предстоятельность. Это методознание, которые сейчас подходят, Идея такая, что и в то время, и сейчас распространена такая идея, что если христианин, то у него ровная жизнь, также достаточная, а также и процветающая. Здесь же он говорит, что мы участвуем в этом зрелище, в котором обнаруживается, что мы были предназначены Богом выйти на сцену последними и принять смерть. И он здесь очень интересно разделяет аудиторию на три категории. Первое – мир, второе – ангелы и третье – люди. Кто наблюдает за нами? Мир. Потому что мы отличаемся от мира. Ангелы. Ангелы наблюдают за нами. А также наши соседи, наши друзья, люди, человеки, как здесь сказано. Отдельные личности на наших местах работы. И они наблюдают за нами и видят, что мы и непопулярны, и неизвестны, и небогаты. Мы отличаемся. Мы отличаемся в нашем учении. И мы отличаемся в нашем поведении. И в нашей позиции в мире. Десятый стих. Мы безумные ради Христа. Это не хорошо для натурального человека, что мы выглядим, как мы безумные. Для человека естественного – это плохо выглядеть глупцом, безумцем. Мы же имеем призыв, и это призыв от Бога. И Павел говорит здесь «мы глупцы, а вы мудрые». И это имеет под собой некоторую мысль сарказма. И идея заключается и подчеркивается такая, что вы находитесь на этом шоу, и вы богатые, вы известные, вы мудрые, а мы выходим последними, предназначенными Богом, на смерть. И вот здесь эта идея в десятом стихе «мы немощные, а вы крепкие». «Вы в славе, а мы в бесчестии». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА I have seen that in my Christian life. I have met Christians that believe that they should be wealthy and strong and have a good reputation and be like celebrities and that idea. And yet in our lives we are not like that. We are more like, you know, we are walking with God. And sometimes it isn't that way at all. Yes, and yet we are so satisfied. Maybe we don't have a good reputation, but we have a godly character. Вполне возможно, что у нас нет хорошей репутации, но у нас имеется благочестивый характер Бога. Может быть, у меня нет хорошей работы, но я вполне доволен тем, где меня поместил Бог. Вот таково слово Павла. Одиннадцатый стих. Даже до ныне. И то, что имеет Павел здесь, это прямо сейчас, в эту минуту, и он начинает описание своей жизни. Он там использует десять глаголов, которые описывают его жизнь. И это такая яркая картина состояния жизни Павла. И мне нравится эта идея хвалиться тем, что для других людей покажется позорным. Например, я в своей жизни как-то не наблюдаю, что рядом проходят люди, которые говорят громко «Я бездомный». Или же говорит «Я голодный, у меня нет работы». И они хвастаются теми вещами, которые, в общем-то, стыдно хвастаться. А что касается Павла, то он хвастается подобным, потому что он хочет, чтобы коринфяне поняли, что жизнь намного глубже, чем такие поверхностные вещи. Одиннадцатый стих. Так что, вот именно сейчас, в это время, мы и голодны, и жаждем. Кто так говорит? Может быть, некоторые будут так говорить, пытаясь вызвать жалость, но он это не имеет в виду. Он говорит об этом, потому что это мой призыв. И я не стыжусь этого. Я не стыжусь этого. Я назначен, предназначен для этого. Я апостол, и я предназначен для того, чтобы идти полагать жизнь. Я не стыжусь этого, потому что я назначен. Быть и в такой, в некотором смысле, позорной ситуации, но иметь и достоинство, и иметь здравое суждение. И я наг, и испытываю побои, и также скитаясь, у меня нет какого-то оседлого места. Слово побои на греческом языке, колофоус, это обозначает, что вас ударили, и ударили сильно. И вот это слово скитаться в духовном смысле говорит о том, что мы скитальцы, мы странники, мы те, которые идут и не имеют места, где остановиться. Двенадцатый стих. И трудимся, работая своими руками. Вы знаете, в своих посланиях он четыре раза упоминает о том, что он трудится своими руками. Он помогал Акиле и Прискиле. В древнем мире, в греческой культуре, работать физически было позорным делом и занятием, которое принадлежало только лишь рабам. А что касается апостола Павла, он говорит, нет, у меня есть призыв, и то, что я делаю своими руками, это все я делаю во славу Иисуса Христа. Нас злословят, а мы благословляем. Это похоже на ту картину. Иисус находится на Елеонской горе Матфея 24, 4. И это обозначает, что, когда вас проклинают, вы благословляете их. Нас гонят, а мы терпим. И это обозначает, что, когда вас преследуют, то вы не отвечаете тем же образом. Мы не отвечаем злом на зло. Вместо этого мы делаем доброе для тех, кто приносит нам злое. Тринадцатый стих. Нас хулят, мы молим. Он объясняет это таким образом. Когда к нам относятся с хулою, мы открываем наши сердца для того, чтобы оказать благое, благодать, милость, прощать людей. Или же, например, когда мы имеем дело с властными структурами и на нас совершается нападка, то мы относимся ко всему по-доброму, разговариваем, объясняем. И далее он говорит, мы как ссор для мира. Это очень серьезная, суровая фраза. Мы как ссор, мусор для мира. И это обозначает именно то, что происходит, когда прибирают какое-то помимо. Там и пыль, и грязь, и какие-то отбросы и так далее. И все это выметают, выметают, выкидывают. Представьте, вы чистите пол, и там грязь, и вы берете и выкидываете ее. Или же, например, вы моете посуду, и там разные остатки пищи, и вы это смываете. И затем это все сливается в канализацию. Это грязь мира. И именно так говорит апостол о нас, о них, апостолах, о нас, христианах. Что мы подобны вот этому ссору мира, от которого мир пытается избавиться. Я думаю, что в Римской империи было такое отношение к христианам, что эти люди вообще ничего не заслуживают, они ничто. Их можно выкинуть, их можно скормить львам, а не ничто. Интересно, правда, что у нас здесь две системы ценностей. Христос нас ценит, мы для Него драгоценности, а для мира мы то, что нужно смыть. Есть такая иллюстрация из Древнего мира, из Афин. Там, например, среди языческой культуры было такое. Когда была какая-то зараза, которая распространялась, то брали самых таких ненужных людей, как казалось, это бездомные, больные и так далее. И выбрасывали богам в море. Это было подобно тому, что когда такое происходило в древности, то таких людей, бездомных, нищих и так далее, брали с собой в лодку, вывозили в море и выбрасывали. Они были отбросами, людьми предназначенными для того, чтобы стать таковыми. И апостол Павел говорит, что вот такое у нас положение. И в тринадцатом стихе апостол Павел говорит, мы всеми попираемы до ныне. На греческом языке это образная картина такая, что всё отскребли, что было нечистым, и выбрасывали. У меня в уме такая картина. Как-то была сковорода, и на ней были остатки пригоревшей пищи, и мне пришлось их отскребать, чтобы избавиться от этого. И так мне пришлось взять скребок и всё это очистить, соскрести, и затем всё, что там было, смыть. Четырнадцатый стих Не к постыжению вашему пишу это. И мне очень нравится этот переход тональности, когда Павел теперь, он обращается к своей аудитории. И говорит, но всё это я описываю не к стыду вашему. Это подобно тому, как отец внушает или же объясняет своему ребёнку не для того, чтобы пристыдить ребёнка, а чтобы именно объяснить ситуацию. Может быть, в нашей практике было такое, что у нас были или родственники, или учителя, которые говорили какие-то вещи для того, чтобы нас пристыдить. Мы сталкивались с этим. Но когда учитель или же член семьи объясняет вам, он всё это разъясняет понятно для того, чтобы ободрить вас, то мы принимаем это. Четырнадцатый стих Четырнадцатый стих Он говорит, но я вас вразумляю, как возлюбленных детей моих. Пятнадцатый стих Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе. И вот эта фраза на греческом языке правило третьего условия. И оно обозначает следующее. Я понимаю, что у вас могли бы быть тысячи наставников. То есть это допустимое. И отсюда идёт это представление о педагогике. Это от греческого слова. Это относится к учителю, который обучает ребёнка. То есть учитель или воспитатель, который заботится о том, чтобы воспитывать ребёнка и обучать его. И Павел говорит, но в отличие от такого воспитателя, я родил вас во Христе Иисусе. Я отец. Пятнадцатый стих Пятнадцатый стих У вас могло бы быть тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, Евангелия. И в этом есть также это представление о том, что человек рождён свыше. Это идея нового рождения. Что я был инструментален в приведении вас к Христу. Такое произошло в книге Деяний в городе Коринф в восемнадцатой главе. Такое произошло с пастором Мати и той командой, которая приехала в Баку. И такое происходило и с пастором Громовым, и в Ашхабаде, и в Бишкеке. И это произошло и с пастором Эмиля, для которого духовным отцом является пастор Громов. А также и с пастором Тепловым. Шестнадцатый стих. Это означает, что смотрите за Мною и делайте, как я это делаю. Не следуйте законничеству, но следуйте за моим Евангелием, моими обучениями, доктринами. Не следуйте за личностными характеристиками воплоти отдельных личностей, но следуйте за Мною в духе служения. Следуйте за умом Христа в посланиях. Мы могли бы сказать, что пастор Громов следует за апостолом Павлом и его учением, а пастор Эмиль следует за пастором Громовым и за апостолом Павлом и учением их. Семнадцатый стих. Для этого я послал к вам Тимофея. 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 моего возлюбленного и верного в Господе Сына. То есть он ему доверяет, что он может обучить и назидать церковь. Павел ожидал, что его обучение будут иметь последователей во всякой церкви. Здесь он и говорит об этом, апостол Павел, что Тимофей напомнит вам о путях моих во Христе. Он сказал об этом и в 1 Коринфянам 14.33. И все это обозначает, что Коринфянам необходимо следовать за учениями Павла. Как я учу везде во всякой церкви. Это было просто великолепно. И мы благодарны пастору Шаллеру за это занятие. Ах, спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!